Статьи лента.ру Россия политика весеннее обострение 18-24, 16 февраля 2015 года весеннее обострение Навальный и коммунисты выведут своих сторонников на улицу 1 марта Алексей Навальный, в центре Московская мэрия получила сразу несколько заявок на организацию публичных мероприятий 1 марта В частности, о намерении провести 100-тысячное шествие объявили представители несистемной оппозиции Анонсировав не меняющиеся раз от раза требования и все тех же действующих лиц Немцова, Навального, Касьянова с другими персонажами болотной истории Коммунисты соберутся на свой митинг Руководитель Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин объявил, что левые выступят за отставку либерального правительства 1 мартовский день в Москве оппозиционеры решили отметить с размахом Очередная акция именуется антикризисным маршем весна Еще в начале февраля представители протестного движения направили в столичную мэрию письмо о подготовке шествия по Тверской улице Под ним подписались Алексей Навальный, Александр Рыклейн, Борис Немцов, Михаил Касьянов, а также экс-глава УКОСа Михаил Ходорковский А в понедельник, 16 февраля, была подана заявка на массовую акцию, которая предполагает участие 100 тысяч человек Хотя официального разрешения от московских властей еще нет, агитация уже идет полным ходом Накануне немцов и Навальный лично раздавали в метро листовки с призывом присоединиться к шествию 1 марта Последнего, правда, за попытку нарушения общественного порядка доставили в отдел полиции Однако по старой доброй традиции через несколько часов отпустили Оппозиционер даже сделал селфи на память с сотрудниками полиции, прямо на эскалаторе в метрополитене Кроме того, созданы специальные страницы в социальных сетях, где озвучены политические и социально-экономические требования организаторов акции Репертуар до боли знакомой Украина, участие оппозиции в выборах, отмена ответных продуктовых санкций и т.д. лейтмотивом через все лозунги Впрочем, проходит отставка президента Владимира Путина В частности, на этом особенно заостряет внимание Борис Немцов Опрошенные лентой .ру эксперты считают, что несистемной оппозиции не удастся вывести на улицы много людей А навязчивую мысль Немцова об отставке Путина и вовсе считают абсурдной Какая-то явка будет Но я не думаю, что высокая Поскольку нет остроты, повестка размыта И совершенно напрасно они туда ввели украинскую тему Социальные лозунги более эффективны Хотя и социальные лозунги сейчас не очень работают Потому что нефть опять растет Доллар падает Собственно, снижается и тревожность На мой взгляд, волноваться властям особого смысла нет Комментирует директор Международного института политической экспертизы Евгения Минченко В Москве сложится контингент протестных групп в 3-5 тысяч человек Отмечает директор Центра политической информации Алексей Мухин Они готовы выходить в любую погоду под любые лозунги Лишь бы потусоваться в центре и покричать власти в лицо разные обидные вещи С учетом настроя и протестного потенциала этих групп такого рода марши не представляют интереса и не дают властям повода для беспокойства Поясняет эксперт Однако, как отмечает Мухин, определенных целей оппозиция все же может достигнуть посредством провоцирования правоохранителей Опасность и угрозу представляют протестные лидеры и персонажи, кто идет намеренно обострять конфликт с правоохранительными органами Уже устоялась схема, когда этот контингент довольно быстро оказывается в автозаке Затем на него составляются протоколы и через некоторое время их отпускают Если не было совершено никаких преступлений или нападений на сотрудников правоохранительных органов Боюсь, что к 1 марта готовятся несколько провокаций, чтобы обновить ряд так называемых политзаключенных Прогнозируется беседник Стремление в политические узники Мухин объясняет тем, что болотное дело давно сошло на нет И, видимо, протестным лидерам нужны новые жертвы для революционной борьбы, чтобы зажечь эмоции в обществе Вот в этом смысле марш представляет определенную угрозу Но здесь политики ноль, только циничный расчет, резюмирует он Идея об отставке Владимира Путина тем более, по мнению экспертов, выглядит бесперспективной Допустим, вышли миллион человек на улицу 1 марта, чего не будет Но даже если представить, что это произошло И что? Путин на следующий день подаст в отставку? Может, лучше ставить перед собой реалистические цели? Задается вопросом Евгения Минченко При этом собеседник напоминает, что в пик протестного движения, во времена маршей на Болотное и на Сахарова, у оппозиции не было антипутинских лозунгов Там были лозунги за честные выборы, против Единой России, но не призывы об отставке президента А сейчас они апеллируют к президенту, чтобы он ушел в отставку Ну молодцы! Только вот у Путина рейтинги за 80% Подмечает политолог И указывает на еще один интересный момент Как показывают все социологи Столица подтянулась по уровню поддержки президента Если раньше Москва входила в число наиболее оппозиционных территорий То сейчас здесь президента поддерживают даже несколько больше, чем в среднем по стране Так что я скептически отношусь к перспективам этого марша, анализирует Минченко Встретить весну митингом задумали и коммунисты Как сообщил депутат Госдумы и руководитель Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин Заявка подана на проведение 1 марта шествия и митинга с требованием отставки правительства Либерального, как отметили коммунисты Помимо правительства левых не устраивает работа руководства Центробанка РФ Шествие запланировано от Новопушкинского сквера по Тверскому и Никитскому бульварам Пешеходной части Нового Арбата, Новинскому переулку и Конюшковской улицы А митинг предлагают организовать на проезжей части от Горбатого моста до Глубокого переулка Аккурату Белого дома Впрочем, коммунисты готовы принять и альтернативный маршрут от Мерии Валерий Рашки на шествии 7 ноября 2014 года коммунисты еще меньше соберут Наразмают оппозиционную повестку И проведут разделение между оппозицией патриотической и непатриотической Предполагает Менченко В связи с этим соглашаются собеседники Коммунисты сделают упор на том, что они критикуют экономическую политику правительства Но поддерживают внешнюю И акцентируют внимание на том, что для несистемной оппозиции Это только предлог для капитуляции перед Западом по украинскому вопросу Екатерина Петухова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...